Канал Али Аттисам представляет новую серию лекций «Разъяснение сомнительных доводов так называемых коронитов». Это не так сильно известно, может быть, в некоторых местах, но она распространяется сейчас в СНГ, в Москве, в других местах, и многие братья просили, даже год назад, можно сказать, чтобы я делал опровержение им. Но, как я считал, более важные были лекции, делать опровержение суфистам и другим, и откладывал. Но, алхамдуллах, сегодня настало время делать лекции против них. Корониты, ураниюн они себя называют. Они якобы говорят только мы должны следовать за ураном, нам другого ничего не нужно, мы не должны следовать за словами пророка, саллиллаху алейхи вассалям, за деяниями пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Иншаллах, сегодня у нас будет вступительная лекция, и потом в последующих лекциях будем разъяснять их сомнительные доводы, иншаллаху та'алла. Поистине Аллах, саллиллаху алейхи вассалям, был неспослан после промежуток времени от пророков. До пророка 600 лет не было ни посланников, ни пророков. И послание пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Мухаммада, был последним посланием. И его книга была последним книгом. И он был последним пророком и посланником. После посланника Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, нет, не будет никакого послания, никакое писание и никакого пророка и посланника. И Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалам, пришел новым писанием, но он подтверждал прошлые писания, писания Иса, алейхи вассалам, и Муса, и Ибрахим, алейхи вассалам, Давуд и других посланников он подтверждал и пришел новым писанием от Аллаха, субханаху ва та'аля. Это писание, Кур'ан, обхватила вся религия Аллаха, субханаху ва та'аля, но Кур'ан некоторые части религии разъяснил, некоторые части религии общим обхватил без разъяснения. Его разъяснение оставил кому? Пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалам. Аллах в Кур'ане говорит, Аллах говорит, мы не спослали к тебе, Кур'ан, зикр, чтоб ты его разъяснял народу то, что было не спослано к ним. Мы и я, говорит, Аллах, субханаху ва та'аля, не спослал к тебе Кур'ан, и чтоб ты разъяснил этим людям. Разъяснение Кур'ана оставил нашему пророку, саллиллаху алейхи вассалам. Из-за этого Кур'ан нуждается разъяснение. Это разъяснение является сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалам. И эта сунна тоже также является вахью, откровение от Аллаха, субханаху ва та'аля. Так как Кур'ан является от Аллаха откровением, и также сунна пророка, слова пророка являются тоже откровением от Аллаха, субханаху ва та'аля. Почему Аллах так сделал? Чтоб был разъясняемый Куран и разъясняющий пророк, саллиллаху алейхи ва салам, чтобы они были с одного источника. Оба откровения, чтобы одно источник были. Чтоб не было сунна ниже, чем откровение. Если бы сунна не было бы откровения, люди сказали бы, как может быть откровение, которое выше, разъяснить ниже, что это сунна, как может быть разъяснить Курана. Но Аллах, субханаху ата'алла, сделал, что Куран и сунна, чтобы они выходили с одного источника от Аллаха, субханаху ата'алла. И Аллах, субханаху ата'алла, не оставил свою книгу без разъяснения. Чтоб люди как? Сами хотят, чтобы разъяснили. Чтоб каждый приходил и говорил, Аллах имел в виду это, Аллах имел в виду это, чтоб так не оставил Куран, полностью разъяснил. Наш пророк, салаллаху ата'аллаху 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 ата'аллах является откровением от Аллаха Субханаху ва Та'аля. Как только откровение пришло нашему пророку саллилаллаху алейхи ва салам, с этого момента враги ислама начали работать. Сильный враждой. И это враги два разные. Первое, это являются открытие враги, это кафиры из числа мушликов, язычников и числа христиан, иудеев и нынешних секуляристов. Это открытие враги ислама. Второй часть является мунафиг и лицемери. Это враги ислама, враги Курана. Кто это лицемер? Лицемер это то, что говорят языком то, что не совпадает их сердце. Сердцем скрывают вражды ислама, а якобы языком подтверждают, что они мусульмане, они следуют Курану. Из этих лицемеров являются нынешние Кураниты, которые якобы говорят мы Куран июнь, мы Кураниты, мы следуем только за Кураном. И это имя даже они любят, когда им говорят, что они Кураниты. Они далекие от Курана. Они лицемеры, они мунафигы, они зиндихы. Это обе группы стараются уничтожить ислам. Некоторые открыто воюют, это кафиры. Их вражда тоже очень мало, потому что мы явно знаем кафир, что он старается уничтожить ислам, и его вражда явная. Боли, которые вражда наносят для ислама, это кто является лицемерией. Языком говорят они, мы сами мусульмане, но стараются оттуда же разрушить ислам. Эти лицемеры начинают кидаться сомнения и говорят, сунна, слова пророка никакое отношение не имеет к исламу. Только ислам является Куран. Только мы должны за Кураном следить. За сунном пророка нам необязательно следить. Эта вражда не новая, эта вражда была давно. Но что стала вражда мунафигу новое наше время? Эта вражда, которая появилась в Индии в конце 19 века, в начале 20 века, те люди, которые вообще отрицают сунна пророка саллиллаху алейхи ва салям. Оттуда же она перешла в Пакистан, потому что когда Пакистан отделилась от Индии, эта же группа распространилась в Пакистане. самое интересное от этих людей, что они себя приписывают к Курану, говорят, мы караниты. Куран от них причист. В Куране десятки аятов, которые призывающие, что мы следили за сунной пророка саллиллаху алейхи ва салам, как мы это разъясним в последующих лекциях. Сегодня, иншаллах, это вступительные лекции. Они себя называют каранитами и любят, чтобы их называли якобы те, которые следуют за сунной пророка саллиллаху алейхи ва салам, не являются каранитами, не являются те, которые следуют за Кураном. Нет. Те, которые следуют за сунной пророка саллиллаху алейхи ва салам, пониманием сподвижников, они являются каранитами, они являются те люди, которые следуют каранами. А те люди нынешние, которые себя называют каранитами, они лицемеры, они зиндики, которые хотят разрушить ислам из чудес пророка является саллиллаху алейхи вассалам что он нам разъяснил придет такая группа которая будет отрицать сунна пророка саллиллаху алейхи вассалам пророк говорит поистине может быть такой группой прийти человек который сидит в своем кресле и говорит алейкум бихадал куран вы держите за это коран то что вы найдете в этом куране халал делайте то что в этом куране вы найдете харам делайте поистине говорит пророк саллиллаху алейхи вассалам то что харам делал посланник Аллаха это как будто харам делал Аллах это хадис предал Абу Давуд и Тирмиди вот пророк саллиллаху алейхи вассалама из чудес пророка саллиллаху алейхи васалам, что он нам разъяснил, что такие люди придут. Вот эти люди являются каранитой, которые отрицают сунна пророка саллиллаху алейхи васалам, которые отрицают понимание сподвижников и толкуют Куран как сами хотят. Искажают Куран. Искажают хадисы. И так легко говорят, это выдуманные хадисы, это наговоры. Иншаллах мы это разъясним в последующих лекциях. Эти люди появились в Пакистане и в 20 веке очень много книг написали на урдуском языке. Урду это пакистанский и индийский язык. Там очень много разговаривают по этому языку. На этом языке очень много книг написали якобы, что Куран только хватает нам довод, сунна нам не нужна. Почему такая сильная вражда врагов ислама на сунну пророка саллиллаху алейху алейху ассалам? Почему они так стараются исказить сунну? Почему так стараются отделить сунну от Курана? Для этого говорит Устаз Аббас Аль-Аккад в своем книге «Аль-Ислам фи-карни л-эшрин» «Религия 20 века». Ислам 20 века, который называется книга, он там говорит, Европа, говорит, поставила стратегию «Аль-Ислам фи-карни л-эшрин» «Как воевать с Исламом». И своих ученых, людей, они подключили к этому, чтобы изучить Ислам и как можно его разрушить. Они узнали, надо Ислам разрушить, три вещи, чтобы люди оставили Ислам. Это был Куран, сунна пророка саллиллаху алейху алейху ассалам и личность пророка, чтобы люди не поставили себе примером пророк, чтобы не следовали за пророком. Это три вещи. Они сказали, если это мы уничтожим, если это мы сердца мусульман уберем, ислам уже нет. Это кафиры узнали. И они просто знали, что Куран не может сразу сказать, что Куран не от пророка, потому что сразу это люди не примут. И докажут, что этот Куран является пророком. Но они начали бросать сомнение, ответвление от Курана. Что это? Сунна пророка, саллиллаху алейху салам, и личность пророка, саллиллаху алейху салам. Это коротко то, что имел в виду Махмуд Ак-Кад. Почему такая сильная вражда против сунны? Потому что сунна нам разъясняет Куран. И личность пророка тоже мы понимаем через сунну пророка, саллиллаху алейху салам, потому что это сунна. Также его деяние тоже нам принесли через это сунну, через хадисы. Сунна здесь имеет в виду хадисы. Слова пророка, деяние пророка, подтверждение пророка, саллиллаху алейху салам. Это, в общем, говорим мы сунна. Это сунна к нам дошло. Там, это остальные два вещи, которые они говорили, если мы уберем из сердца мусульман, ислам уходит. Из-за этого они начали нападение на сунна пророка, саллиллаху алейху салам. Это нападение тоже, то, что они начали, если мы отделим сунна от Курана, потом они могут с Кураном играться. Они скажут, Куран самодостоверный, его понимание меняется, когда меняются времена. И можем мы растолковать, как мы хотим в наше время подходящего времени. Из этого начали они такую сильную вражду. Суннаты против суннатов. И они знали, это разрушить легче будет изнутри. Если мы найдем людей, которые будут его подтверждать. И они нашли в Индии. И она была под колоннами Британии. И оттуда вышли, это Караниты. И начали они вражду против Ислама, против пророка Ислама и против сунна пророка Ислама. Но они начали, эта группа вышла и говорили, нам хватает Куран, мы не будем следовать за сунна пророка, саллиллаху алейхи ва салям. С чего они начали? Какие сомнительные доводы они начали кидать? У них доводы делятся на три части. Первая часть из этих доводов говорят, что большинство хадисов, которые к нам дошли, они недостоверные. Далил на это, хотя несколько, 600-700 тысяч хадисов наизу знал имам Аль-Бухари, нам только малый час к нам передал 4000 хадисов или 7000 хадисов, если повторяющие хадисы, если убрать, 4000 остается. Только малый час нам передал, значит, большинство сунна, которое к нам дошло, это недостоверные. Это первая часть из их шубахатов, которые они кидают в следы народов и отвечают, и распространяют. Вторая часть их сомнительных доводов, они говорят, даже если были бы они достоверные, пророк, салли Аллаху алейху ассалам, запретил писать сунну, запретил писать его слова, пророк, салли Аллаху ассалам, запретил писать хадисы. Это что означает? Они говорят, если пророк запретил нам хадисы писать, значит, это не нужны были, только пророк, салли Аллаху ассалам, писал Коран. Это второе сунна, чтобы они хотят полностью сунну уничтожить. Если было бы доставление, даже она нам не нужна. Третья часть из их сомнительных доводов, они хотят убрать хадисы, убрать сунну, убрать деяния пророков из деяний мусульман. Они говорят, нам хватает Коран, вообще сунны не нуждаемся. Иншаллах, все эти категории шубхатов, большинство из них, иншаллах мы разъясним в последующих лекциях. Мы это разъясним в последующих лекциях. Ну, может быть, например, которые до меня дошли, их сомнительные доводы не все, или, может быть, даже другие доводы у них распространены. И многие братья из Москвы писали, говорили, здесь очень распространяется дело и против них лекцию. Я этим братьям говорю, братья, кто с этим людям спорил, и многие, которые не могут даже им доказать. Какие они вам доводы переводили? Что является их сомнительным доводом? Довод у них нету. Их сомнительные доводы, сомнения, которые они на вас кидают и переводят, они в своих лекциях, или же в своих текстах, или как-то вы с ним спорили, мы этого хотели бы, чтобы вы писали под комментарий этого видео, чтобы мы оттуда тоже взяли их сомнения, это тоже разъяснили вам, чтобы не остался это сомнительные доводы, и могли сохранить Куран и сунна пророка, саллиллаху и салам, и его защитить. Они защищены до судного дня. Но просто мы не хотим, чтобы вы заблуждались, и не хотим, хоть один человек заблудился, из-за этого мы разъясняем вам разные секты, и говорим про этих сект, чтобы люди обманенным путем к ним не попали, потому что лозунг очень хороший, как они говорят, мы Кураниты, мы Кураны сняли, Пророк Саласом только нам говорил, следуйте за Кураном. Это заблуждает людей, чтобы в это заблуждение вы не попали. Это является явным куфром отрицать сунна пророка, саллиллаху и салам. Эти люди только можно их назвать мунафикой, зиндикой, они не Кураниты, Куран от них чист. Ассаляму алейкум, варахматуллахи, варакату. Ассаляму алейкум варахматуллах. Судя по комментариям, многие еще не в курсе, что прежний наш канал был удален. Так вот, это наш новый канал. Все вместе сразу подписываемся, смотрим актуальные тематические плейлисты, актуальные видео, делимся ими в соцсетях, в мессенджерах, среди друзей и близких. Это помогает выводить видео в тренды и способствует тому, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик среди предложенных. Ассаляму алейкум.